Привет! Начнем с тревожной новости, которая касается каждого, кто выводит деньги с YouTube через Rapido. Пользователи получили очень странное письмо, о котором мне многие написали, в котором якобы Rapido и KiwiBank сообщают о том, что в связи с ошибкой конвертации курса доллара была зачислена избыточная сумма за, собственно, февраль месяц при совершении выплаты. И якобы сервис требует вернуть эту избыточную уплаченную сумму по реквизитам KiwiBank. При этом отправитель данного сообщения онлайн-rapido-sobaka-kiwi.com выглядит очень правдоподобно. Вот такое письмо, вот вы можете видеть. Кто пользуется Rapido? Напишите, вам такое приходило или нет, потому что на самом деле, если это так, то это какой-то беспредел. Но очень может быть, что это мошенники, которые используют более продвинутые и тонкие технологии подмены адреса отправителя, таким образом действуют. Если кто-то связывался с поддержкой Rapido и получил какой-то ответ, обязательно отпишитесь, потому что люди переживают, они не понимают, это действительно была какая-то ошибка, действительно придется возвращать деньги, или это просто какой-то развод. Еще одна тревожная новость, тоже затрагивает многих ютюберов, мне написал несколько человек. ФАС предложили полностью запретить валютные контракты внутри России. Пользователи сразу говорят, что Дэн, что ты думаешь, неужели теперь, если валютные контракты запретят, то нам нельзя будет получать деньги с ютюба, особенно в долларах, к чему это может привести. Но, здесь четко написано, запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте, или мировым товарным индексам. Речь идет прежде всего о поставках иностранных товаров или услуг, поскольку они исходно номинированы в долларах, то зачастую цены меняются, курс является плавающим, и все это относится к курсу доллара. Соответственно, для того, чтобы производить поставки, может потребоваться в таких условиях запрета полная предоплата товаров. Но речь идет, например, о какой-то недвижке, которая, например, арендуется в долларах, или о каких-то товарах, которые покупаются за рубежом, и, соответственно, курс их зависит от курса доллара. То есть, это на ютюберов не влияет напрямую, это влияет на какие-либо закупки. Однако, получается, что хотите вы купить, например, нормальный какой-нибудь свет студийный, или хотите вы, например, купить новую камеру. И здесь сейчас получается, что, скорее всего, вам придется производить полную предоплату, чтобы поставщик смог эту технику приобрести по текущему курсу в текущий момент, и затем уже знать, что, да, предоплата получена, курс в процессе не изменится, тем более волатильность довольно выраженная, и он сможет вам данный товар или услугу поставить, и не окажется при этом в минусе, что тоже, ну, довольно так и принципиально. Поэтому на ютюберов это не влияет напрямую, но на закупки всего, что угодно, что связано каким-то образом с зарубежкой, это может влиять очень даже сильно. Теперь мы идем дальше, и я хочу показать вам один комментарий касательно перехода на другие площадки. Вот Алена Робина Гудина пишет совершенно правильно, «Rutube делает все, чтобы туда никто не пришел». На самом деле они не саботируют как-то это специально, просто у них нет понимания, нет культуры работы с блогерами, нет культуры налаживания всех необходимых цепочек, которые давно и хорошо работают на ютюбе. Соответственно, в условиях более-менее, даже хоть и ограниченной, но относительно свободной конкуренции, в здравом уме, скорее всего, никто не будет полностью безоговорочно и безвозвратно проходить, переходить на «Rutube». И это, на мой взгляд, довольно очевидные вещи. Равно как и перспектива авторизации там через госуслуги, что является необязательным, но дает, по слухам, некоторые преференции. Соответственно, выбора на самом-то деле у нас нет. Более того, те пользователи, которые активно приглашали аудиторию в другие соцсети, понимают, блогеры, что они делают это с единственной целью, чтобы не потеряться со зрителями. С той же целью, к примеру, я оставляю ссылки под этим видео на различные мои соцсети, только чтобы мы не потерялись, но и да, какой-то дополнительный, в том числе, текстовый контент, чтобы можно было постить. А в остальном, видеоконтент, любой обмен полноценной информацией, это, конечно же, YouTube, потому что равных ему нет, и вряд ли какая-то платформа в какой-то обозримой перспективе сможет с ним конкурировать. Поэтому, да, несмотря на отсутствие монетизации на территории Российской Федерации, у нас, в общем-то, вариантов, как обычно, особо-то и нет, продолжаем работать. Вы видите эту довольно странную, не очень красивую картинку, она снимается на Panasonic Lumix Gash 4, который без высококачественного света выдает вот такой результат, и на его фоне айфончик, на который вы смотрели новостной выпуск, давал вам картинку куда большую. Я сейчас без камеры Sony, она осталась дома, поэтому снимаю вот в таких вот условиях. Что ж, это экстренная информация на сегодня, давайте разбираться, что там с Киви, с Рапидой, неужели они, правда, деньги просят назад, или это какая-то лажа, обман. Ну, а касательно запрета международных контрактов, номинированных в долларах, здесь нет конкретно в этом случае повода для переживаний, нас с вами, ютуберов, это не касается. Продолжаем работать, продолжаем выпускать видеоролики на регулярной основе. Спасибо, что досмотрели, с вами я, Коно Дэн, до встречи, надеюсь, что в следующем ролике, и всем пока-пока.